Многие христиане удивляются. Почему евреи не могут увидеть Иисуса в Библии? Это же так очевидно. Почему они не видят пророчества о Нем в Ветхом Завете? Христиане и евреи читают одни и те же тексты. И некоторые евреи, может, жестокосердные, непробиваемые, но также бывают и такие христиане. Но другие искренне читают и изучают, и тем не менее не видят. Ну, если вы ожидаете, что Мессия будет человеком определенного типа, если я скажу вам, что Мессия будет ростом 3 метра из кожи зеленого цвета, тогда любого другого, кто ростом не 3 метра и не зеленого цвета, вы отвергнете. Если вы не понимаете, что Мессия вначале должен прийти и пострадать, и умереть за наши грехи, и исполнить священническое служение, совершая ходатайство за нас, и заняв наше место, и став праведной заместительной жертвой, если вы не понимаете, что Он должен был вначале исполнить это, пострадать, умереть и воскреснуть, прежде чем править как Царь всем миром, то вы не увидите Его. И это то, о чем говорит 53 глава Исаии. Это признание нашего народа. В Исаии 53 пророк говорит следующее. Но Он, Мессия, я уверен, что именно о Нем здесь говорится, но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом, но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Итак, вот народ Израиля признает, мы думали, что Он умер за свои грехи. Мы думали, что Он виновен. Мы думали, что Он страдал за то, что Он сделал, как бунтарь против Рима, или как некто, ложно провозгласивший себя Царем Израиля, или еще что. Мы просто не могли понять, что Он страдает не за свои грехи, а за наши грехи. Мы неправильно поняли это. Мы думали, что Он страдает за свои собственные грехи, но на самом деле Он пострадал за грехи всех нас. Когда евреи приходят к вере, это одна из глав, которую они читают, и приходит свет, и они видят все, как есть.